Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Следователи поймали воров в законе, и их подельников Гюмри. Задержаны шесть членов преступной группировки, из города Гюмри, сообщает Следственный комитет Армении. По одному из эпизодов дела, так называемый вор в законе, известный как Сура Ленинаканский, сын Паша, узнал о драке в ночном клубе с участием членов своей группировки, братьев Армена и Карена Воросянов. После инцидента братья явились к одному из участников драки и избили его. В августе 2021 года Сура Ленинаканский собрал членов группировки и заявил им, что все инциденты в Гюмри должны решаться исключительно через воров в законе. Перед ними, заявил он, будут отвечать все зачинщики драк и других инцидентов. Члены группировки подчинились ему, за исключением Карена Воросяна. По другому эпизоду, Сура Ленинаканский организовал сбор денег от разных лиц, включая тюремных заключенных, и распоряжался ими. В частности, 5 тысяч долларов из этой суммы были переданы, так называемому авторитету, по кличке Запов Яган Артем Ленинаканский, в связи с его освобождением из-под ареста. В марте еще 10 тысяч долларов были переданы ему же по смерти его отца. В ходе домашнего обыска у Рафика и Гитяна, который был смотрящим за деньгами в группировке, было найдено 180 тысяч долларов. У Карена Воросяна нашли пистолет Берета и 8 пуль, а у Артема Ленинаканского массу, напоминающую гашишное масло. На основе собранных доказательств, Сура Ленинаканскому предъявлено обвинение в организации и руководстве, преступной группировкой, а его подельникам обвинение по другим статьям Уголовного кодекса. Всего по делу задержано 6 человек. Продолжение следует...